Я бы в десантники пошел, пусть меня научат. 2 августа в нашей стране отметили свой праздник служащие воздушно-десантных войск. По этому поводу в районе старого аэропорта прошли традиционные мероприятия. Наши вот приходят друзья, сослуживцы, и мы на своем аэродроме проводим парашютные прыжки. Сегодня именно будем прыгать. Упражнение следующее – это прыжки сюда вот на землю, на парашютах ДН-5У. Затем прыжки на воду будем совершать и на остров, озеро Юбилейное. Вот примерно такая у нас программа. Не очень без автомата, без стрельбы, чисто сами для себя, для того, чтобы отметить этот праздник именно в воздухе, как положено нормальным десантникам. Свободно парить в небе, ощущать свободу – для многих это всего лишь мечта. И это только с земли кажется, что прыгнуть просто. На самом деле здесь масса нюансов, а насколько удачным будет приземление, может зависеть даже от малейшего ветерка. Если для обычного человека прыжок с парашютом – это рискованный шаг, то для служащих воздушно-десантных войск – это стиль жизни. Ведь, как известно, бывших десантников не бывает. Я вообще-то пилот, но День ВДВ – это мой тоже праздник, потому что инструктор парашюта десантной службы, являюсь очень давно. Прыгают мои лучшие друзья – воины-десантники, националисты. Поэтому я в этот праздник 2 августа считаюсь своим, надеваю тельняшку. Дружба есть дружба, дружба не имеет сроков давности и суточности, как и днем, и ночью дружим и прыгаем, летаем в одном небе. Трогательные строки про зеленое море тайги, которое поет под крылом самолета – это не для десантников. Ведь служащие ВДВ – это мужество, сила и надежность. А воздушно-десантные войска и сегодня остаются одними из самых элитных войск. Недаром их девиз «Никто, кроме нас». И зря рядовые обыватели считают, что главная традиция у людей в голубых беретах – купаться в фонтанах в свой праздник. Основным были и остаются прыжки с парашютом. И каждый раз, когда над головой раскрывается купол, думаешь об одном. Мысли самые наилучшие. Всегда надеешься на лучшее, но готовишься, как правило, к каким-то, может быть, неожиданностям. Голубые береты и тельняшки – десантников видно за верстом. Кстати, сами себя они иногда в шутку называют «войска дяди Вани», таким образом расшифровывая аббревиатуру ВДВ. А еще десантники отличаются крепкой дружбой со своими товарищами по службе. «Себя лично отклетила нашего аэроклуба всех парашютистов. Хочу поздравить всех, кто служил, служит с Днем ВДВ. Но бывших десантников не бывает, поэтому всех с праздником. Всем огромное чистого голубого неба». И не просите у десантников рассказать вам про интересные случаи во время прыжков. В один голос они вам ответят, что самый интересный случай – это то, что никаких случаев не было. Наталья Иванченко, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+.